...съел какие-то растения, которые сделали его слепым. И он слепым шел по этой округе и упал в запущенные колонии. И он не вернулся обратно той ночью. Домья Риши беспокоился и отправился, чтобы найти его на этих пазлищах. И никто его не видел там, и он звал его. И он слышал, очень слабый голос раздавался откуда-то. И Домья Риши увидел своего ученика в этом колодце. Что ты делаешь? Как ты туда попал? И Домья Риши объяснил Домья Риши, что произошло. И Гурджи сказал... И Гурджи сказал... Ты молись Ашвини Кумарам. Ты молись Ашвини Кумарам. Ашвини Кумары это небесные врачеватели. И благодаря твоим молитвам они придут и вылечат твое зрение. И Упаманию последовал их совету. И в сквозке Ашвини Кумары появились и сказали... Мы действительно довольны твоей молитвой. И мы вернем тебе зрение. Вот есть печенье, если ты съешь его, то зрение вернется к тебе. И Упаманию получил его и сказал... Я не могу его съесть, потому что первое, что я получаю, вначале должен поднести Гурджи. И Ашвини Кумарам, они сказали... Это очень правильное, как ты поступаешь. Но вы знаете, что? Гурджи был в той же ситуации, когда он был маленьким. Мы дали ему такой пирожный 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 пирожный. И он его съел и излечился. Упаманию сказал... Мой Гурджи мог делать то, что он считал нужным. Но принял обет такой, что мне надо подносить все Гурджи. И тогда Ашини Кумар сказал... И тогда Ашини Кумаря, хорошо! Наш нев médi и exit есть повреждены. И также Д corrupted Brahmya Rishi, И благодаря его благословениям он получил все витическое знание. И вот, какие качества должны быть у ученика, вы можете увидеть в этих историях. Он был еще третий ученик, который прошел испытания. Он стал гуру Джанамиджая, это потомок пандавов Джанамиджая. Он произошел в этой линии от Абхиманью царя Парикшита, а я сказал, что даумья решил был гуру пандавов. И Джанамиджая известен тем, что он выслушал Махабхарату от Вайшампаяны и от самого бьяса. Это реальные исторические персонажи. Дают нам ключ к пониманию того, что значит преданность гуру. Что нужно все делать для того, чтобы гуру был доволен. Благодаря этому, получив благословение гуру, не только шри гуру, но и через благословение гуру мы также получаем благословение самого Кришны. И вчера мы пели гурвашток. Песня по славу духовного учителя написана Вишванат Чакарватитакур. Звучит так. По его милости вы можете обрести милость Богована Шри Кришны. Но если он не удовлетворен Вами, когда мы не удовлетворяем, приводим к неудовольствию духовного учителя. А что они все должны быть возле милостей, а он такие какие-то умные испытания поставил. Да уме вымете. А? Да уме решили. Ну, наверное, я иногда не забывала. Ну, как-то жалко у ученика, такие испытания прошел. А как учитель вообще это может быть... Это очень грустно. Питие для душе. Для душе. Для душе. Для душе. Для душе. Для душе. Да. Да. Но испытания, которые мы проходим, всегда соответствуют нашему уровню способности их пройти. Для нас, поскольку мы сейчас не живем в те времена, как было раньше, и мы не находимся в той культуре, для нас кажется чрезвычайно возвышенным, высоким. Мы не сможем выполнить даже части этого. Но мы часто совершаем эту ошибку. Когда мы смотрим на другие культуры, мы иногда критикуем их обычаи. Не понимая на самом деле все подноготную их культуру. Поэтому всегда нужно учитывать, что мы живем в другое время в другой культуре, а то, что мы слышим, эти истории относятся к другому времени, к другой культуре и там совершенно другие правила. Поэтому я рекомендую перед тем, как что-то судить о чем-то. Мы должны посмотреть, что мы не переносим свои обстоятельства, свое понимание общества на те времена, на те культуры, которые были раньше. Даже сейчас, если мы применим все правила общества и обычаев, которые у нас есть к культурам, которые есть в Индии, например, это не будет работать, потому что там другая культура. Мы должны чувствовать какую-то несправедливость, что там неправильно себя люди ведут с нашей точки зрения. Но с точки зрения той культуры индийской, например, это совершенно может быть не так. Для них это нормально все. А для нас это странно. Например, я схожу с ума в Индии, когда оказываюсь на дорогах от того, как они водят там транспорт без всяких правил движения. Но они сами при этом ничего не чувствуют плохого от этой ситуации. Им нормально. Я знаю. Я знаю. И я очень радуюсь, что я recently читал, что там был в газете, что Моди, сегодняшний премьер-министр в нашей дне Индии. Он более строго вводит какие-то правила, ограничения в Индии и делает это все более таким. Что просто за прошедшую неделю больше 12 тысяч водителей потеряли свои водительские права. Они просто превысили скорость на шоссе Аградели. Поэтому шоссе всегда все ездят выше ограничений. Мы обычно знаем, что в Индии хотя очень много всяких правил, законов и так далее, но никто не заставляет им следовать никого. Но этот премьер-министр Моди, он поменял это отношение. Заставляет всех следовать. И в Германии, он берет кандали. Кандали – это что, где вы вырвали, чтобы вырвали пыль. Вырвали пыль. И его сравнивают с тем, кто взноздал Индию, а делали узду на морду, чтобы вести их порядок. И езду. И езду. Вырвали один вот здесь. Да. Да. Мне это очень нравится. Но это другая культура. И мы можем не соглашаться с поведением тех или иных людей. Но мы не можем судить от других на основе своих взглядов или привычек. Так же эта древняя система Бурукулы, когда ученики ходили к своему духовному учителю и жили в его доме, в его школе. Как вот эти вот ученики из этой истории. Мы сейчас ничего такого не видим и не знаем. Но что мы можем из этих историй изменить как урок, это та степень самопредания. Насколько возможно мы должны это приложить к нашей степени предания, к своему Гуруде. Не нужно ничего имитировать, но пытайтесь делать, что можете для удовлетворения своего Гуруде. Чтобы Гуру и Кришна были довольны вами. За это я благодарю вас за внимание. Может есть вопросы ко мне какие-то сейчас. Если нет, то я знаю, что все пришли слушать Кадху Шипат Бхакти и Кингкар Дамадар Махараджа. Поэтому я не буду вас мучать больше своими словами. Кадху Шипат Бхакти и Кингкар Дамадар Махараджа. Уق deck по муху Шипат Бхакти и Кингкар Дамад Рога Адмии. Куп Ihу. Ее по-муляторные махарады с Украиной, Пау Кингкар Даман Рога Исчер. Я по-муляторную махараду с Украины. Пугай. К delegation пугай. К green-пугай. Криллу. Крыцам. Тихо. Куда идти часы? 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 Куда дудки часы? Ясно отмечает, когда я начинаю писать, то это начинается с Мангалачарами, Мангалачарами – это благоприятная молитва в начале какого-либо дела, и дальше он объясняет, что же это такое, пометование о Гуру, Вайшнавах и Бхагаване. В тот момент, когда мы вспомним Гуру, Вайшнавах и Бхагавана, все неблагоприятное нас покинет, все уйдет, и это очень особенно, что произойдет дальше, и все наши желания, которые у нас были. Все желания, которые мы в своем сердце развили, будут полностью удовлетворены просто одним памятованием о Гуру, Вайшнавах и Бхагаване. То, что мы желаем, или стремимся достичь любовной преданности в Божественной чете, если мы правильно практикуем. Если у нас неправильная практика, то у нас будет очень много желаний материальных, относящихся к этому миру. Но когда мы практикуем должным образом, пытаемся это делать. Истинное желание – это желание служить Господу. Это будет легко выполнимо для нас. Просто благодаря подготованию о Гуру, Вайшнавах и Бхагаване. В каком бы ни были окружении, если оно напоминает нам о Гуру Деве, помогает помнить о славе Гуру, Вайшнавах и Бхагавана, мы будем наиболее тогда удачливы. Так или иначе, Одесса напоминает мне о Гуру Деве. А также Одесса – это как Ориса. И раньше Ориса называлась Орисой, но сейчас они поменяли название – это стала Одесса. Поэтому небольшая разница между Одессой и Одиссой. И также океан. А Одесса – на берегу Черного моря. И ваша Одесса тоже на побережье находится. И Одесса – она знаменитая любовь к Господу Джаганатху. И по всей Орисе, не только в Пури люди, они имеют спонтанную естественную любовь к Господу Джаганатху. А Джаганатху – это есть непосредственное проявление этой чистой любви Браджаваси. Поэтому в этом находится определенная сладость Мадхуи в Орисе. Я надеюсь, что у вас здесь тоже очень много сладостей в Мадхуи. Так или нет? В этот раз, когда я приехал в Украину, когда я находился на самолете, я думал, насколько милостивы эти личности, кто путешествовали по всем путям столько километров. И я летел пять часов из Алматы в Киев и почувствовал очень серьезную боль в пояснице. И это напомнило мне о Гурдеве еще больше. Что он путешествовал в возрасте практически 80 лет. 75-80 лет. Это не юный возраст. И он сидел столько часов в самолете. Все Ачайи, конечно, делали так. Для чего? Какое благо они сами получали, принимая на себя такую боль, когда они ездили или путешествовали в такие страны. Из сердца приходит ответ, что единственное, что их вело, это любовь, это сострадание ко всем вам. И мы не сможем вернуть эту любовь, которую они отдали нам. И мы сейчас живем в таком мире, где нет никакой ценности в отношениях между ними. Но они милостиво приехали к нам и приняли нас. Я помню, в 99-ом году Гуру Махараш инициировал одного человека в Чандигаре. И уровень того сострадания, которое он испытывал, невозможно даже себе представить. И один ученик, Шлабхактииданта Свами Махараджа, он привел одну женщину на инициацию. И через какое-то время мы узнали, что эта женщина на самом деле была раньше мужчиной и операционным путем она поменяла свой пол. В 99-ом году. В Индии это звучало дико, когда кто-то, благодаря этой операции по изменению гормонов, менял свой пол. И все начали ненавидеть эту личность. Потому что у всех возникал вопрос, как же его или ее звать. И что же делать? Кто ты? Ты она или он? И в какой-то момент все пришли к тому, что нам не нужна такая сестра или брат в Боге. Что люди скажут, это же оскорбительно. Наши против Бога решили не позволять получить посвящение Гуру Дева этой личности. Но этот человек пришел к Гуру Деву непосредственно и стал плакать. Гуру Дев, конечно же, очень сострадателен к падшим личностям. И Гуру Дев ничего не возразил, он просто дал посвящение ему. Почему? Потому что мы видим тело, мы видим гендер. Мы смотрим на тело, на пол этого тела. Но такие великие личности, они видят лишь душу внутри этого тела. И насколько же они милостивы. Они видят лишь душу в этом теле. И они видят лишь желание души предаться Кришне. Он хочет лишь предаться Кришне, может быть, у него полно недостатков. Не важно. Таково видение саду. Таково видение таких личностей. И я, на самом деле, рожден в Южной Индии. Я несколько раз посещал наш Матх в Играбаде на юге. И в Матхе у нас есть один преднак. И у него вот так выглядят пальцы, потому что он болеет лепрой проказа. У него пальцы скрючились вот так вот от проказа. И этот предный хотел получить посвящение. Как же ты сможешь воспевать на четках, если Гурдев тебе даст посвящение? Люди, у кого все в порядке с пальцами, они колеблются в том, чтобы начать воспевание. А он сказал, я попытаюсь. Но у тебя не все в порядке с пальцами, как же ты сможешь воспевать? Поэтому предные возражали, не будет тебе посвящения. И в тот момент он не смог получить посвящение. Сегодня Гурдев, например, давал посвящение. А на следующее, завтра, он поклонился Гурдеву. И они сказали, что он хотел получить посвящение. Мы не разрешили ему из-за этой проблемы с пальцами. Гурдев почувствовал себя так плохо из-за этого. И на следующий день, он уезжал уже из Хайдрабада. Но Гурдев приказал, чтобы провести специальную церемонию инициация для одного этого человека рано утром, перед отъездом. Просто для одного человека он провел всю церемонию. И он инициировал этого человека. И сказал, воспевай Мохаммамбру. Такие милостивые эти личности. И мы так удачливы, что родились в это время, когда они присутствовали на этой планете. И получили возможность прикоснуться к их лотосным стопам. И это напоминает, что в какую бы мою страну или город не поехали, это всегда напоминает нам о его милости. Хотя практически мы ничего не смогли толком сделать для него. Потому что ребенок что может сделать для духовного учителя? Как только что мы слышали, что найти истинного ученика очень трудно. И это правда. Легче найти истинного духовного учителя. Но очень трудно найти истинного духовного ученика. Обычно люди пытаются найти истинного учителя. Но сами при этом не пытаются быть истинными учениками. Нашел Городай в своей жизни практически показал нам пример того, что значит быть истинным учеником. Он учил своим примером, как ученик должен себя вести, как он должен жить. И поэтому многие из наших братьев-боги думали, что Гуру Дэв больше ученик. И он учил нас, как мы должны выражать почтение старшим Гуру, Гуру Варги. Как почитать учения, как следовать ему. И он уделял столько любви нам. У меня очень часто возникал кашель. Даже если я не пью в холодную воду, я все равно кашляю. И когда кашляешь, иногда чувствуешь боль. Но когда бы я не кашлял, это напоминает мне о Гуру Дэве. Это дает мне иногда столько счастья. Конечно, когда я не могу терпеть, то я чувствую боль. Но сейчас я всегда наслаждаюсь своим кашлями. Много лет назад, в 2002 году, Шилагуру Махарадж приехал однажды в Бомбей. Приехал в Бомбей. И там у меня было больше возможности с ним общаться. И я сейчас кашляю так вот. И я вот так вот с ним разговаривал и кашлял. И Гуру Махарадж заметил мой кашель. И он послал. Ты разве не принимаешь лекарств? Он сказал, нет. Я сказал, нет. Почему? Я сказал, эти аллопатические лекарства, я их беру. И когда я говорю, химические аллопатические лекарства, они заставляют меня засыпать, я чувствую себя вялым. И у Гуру Махарадж всегда возил с собой лекарства. Когда он путешествовал, он возил лекарства для броначаи. У кого-то проблема болит голова, у кого-то желудок. И у него всегда были с собой лекарства. И у него был гомеопатический сироп от кашля, который подходил Гуру Махараджу. И он этот сироп от кашля держал для себя. И уже там было меньше половины бутылочки. Суда хотел найти еще где-то бутылочку для Гуру Махараджа. Но в то время в Калькутте они не смогли купить. Когда я покажу, Гуру Махарадж взял этот сироп и дал мне. Я сам лично это использовал, это очень помогает. А слуги они разозлились. Это для Гуру Махараджа. Так же Гуру Махараджа. Это для вас. И где нам это найти? Потому что нужно привести это из Калькуты в Бомбей. И если нужно будет, у нас не будет этого лекарства. А у вас уже такой возраст и для вас оно подходит. Поэтому это мы для вас все держим. Гуру Махараджа. Гуру Махарадж сказал, нет. Дайте ему. А я сказал, я не хочу. Это же для Гуру Дева. Зачем я буду брать его лекарства? Но Гуру Махарадж заставил меня, чтобы я взял и принял это лекарство. Вот таким бутылом. Я слышал. Гуру Дева означает Коти Матри Самаснехи. Один кросс от аффекции Матери в одном месте. Что это будет? Это аффекция Шри Гуру Дева. Которые his disciples. И десятки тысяч матерей не могут дать той любви, которую дает Гуру Дев своим ученикам. Я не был очень важным для него человеком. Но он любил меня. И таким образом показывал вот эту любовь свою ко мне. Поэтому, когда у меня кашель, я вспоминаю эту историю. Мы наблюдаем в этом мире, что люди, они заботятся только о тех, кто для них имеет значение. Но Гуру Дев не был таким. Хотя мы не предались ему из глубины своего сердца полностью. Мы лишь притворялись, что мы его ученики. Все равно. Он выражал таким образом свою заботу и любовь о нас. Без всяких условий. Без всяких ожиданий от нас. Такова милость Гуру Дева. Он покинул нас где-то два месяца назад. 20 апреля. Какая идеальная личность. Не на словах, а практически в жизни. Вся его жизнь была таковой. Любовь, которую он нашел. В Господа, в Имя Святое. Мы говорили, что между ними нет разницы, между именем, формой Господа. Но он и верил в это. Не просто говорил. В 2005 году мы праздновали столетие нашего Парангур Дева. И мы приобрели 200 вот таких упов. Разных цветов. Чтобы мы могли их раздавать игрокам на Мриданах. Мы пригласили туда около 200 музыкантов, игравших на Мриданах. На это празднование. И мы хотели дать им эти футболки. И на футболках мы хотели напечатать имя Парангур Дева. Гурдей сказал, нет. Гурдей сказал, нет. Гурдей сказал, нет. Почему? Они будут лежать, стирать. Это же имя. Для нас это просто буквы. А для него имя означает личность. Мы говорим. Но много раз, когда мы видели, где написано Махаммагантра, имя Парангур Дева. Мы не выражали этому почти. Насколько мы заботились об этом. Но в своей жизни он проявил это. Он строго наказал. Не нужно печатать имя. Тогда мы обнаружили еще одну идею. Что у нас будут наклейки. И мы приклеим их сзади на футболку. А после программы мы оторвем эти наклейки. Потому что мы не хотели их наклеивать спереди. Почему? Потому что они оденут сверху еще одежду. И будут планяться, например. И Гуру Махараш не понравится. И если они оденут сверху что-то, то какой смысл? Поэтому мы хотели их на спинах наклеить. А Гуру Махараш сказал нет. Мы же потом это оторвем. Нет, сказал он. Почему? Потому что этот шнур от Мриданги, который держит ее ремень, будет лететь через. То, чему мы не уделяли внимание, он видел все это. Когда вы одеваете Мридангу, этот ремень от Мриданги, он будет поперек этой. Фотография Гуру Махараш. Там же фотография Гуру Махараш. Поэтому не разрешал. Тогда мы здесь наклеили. Мы попросили всех не ложиться. Да. Но давайте. И не надевайте сверху никаких еще одежд. После этого. Собрали ли бы эти наклеки? Да, мы все собрали. Мы сказали Гуру Махараш. Такая личность. Они никогда не видели разницы между именем, личностью и божеством. Викрека. Поехал. Подписывайтесь на канал субтитры Алексею Дубровскому. Олександре Алексею Дубровскому.